Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех. Sales on Fire. Это саат-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим льда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст «Продажи в огне». Подкаст, который горит. Это подкаст для лидеров продаж. О самых лучших лидерах продаж России. Да что там Россия. И уже и мира. С вами в студии Антон Бородак. И Роман Магдалянко. А в гостях у нас сегодня интересная личность. Алексей Романов. Основатель и управляющий партнер агентства цифрового аудита SDI 360. Привет, Алексей. Расскажи о себе. Добрый день. Расскажи про агентство. Как пришла такая идея? Голову кому? Когда? И каких результатов вы уже на сегодня добились? Да. История интересная. Я пару слов про себя, чтобы был понятен контекст. Я почти всю жизнь работал, моя карьера складывалась в банках и в страховых компаниях, в финансовой сфере. И с 2011 года я начал работать в консалтинге. Какая была компания Синтео, которая занималась клиентоориентированными трансформациями. Все про клиента, customer experience. На тот момент супер было интересно и полезно для России, потому что многие практики еще тогда к нам не пришли. Был такой очень интересный период. Тоже опять же с банками работали. И получил такой консалтинг. Потом у нас был очень большой проект по трансформации Альфа-банка. Это 2015-2017 год. То есть одна из первых вообще трансформаций на рынке. В том смысле, что она вот так и называлась. Наша команда называлась команда трансформации. И вот задача была изменить компанию. Перейти в продуктоориентированные модели к клиентноориентированной модели. В общих словах. И вот как-то надо сделать так, чтобы люди увлеклись, клиенты почувствовали пользу, проекты запустились. Ну и вот все это реализовалось. На тот момент можно сказать, что никто до конца не понимал, как это правильно делать. То есть вот эти change bands. Потому что в банках все разбирались в банковском бизнесе. А вот как так сделать, чтобы там слон танцевал, на самом деле опыта не хватало и нашей команде, как ни странно. Ну я так сейчас самокритично все это смотрю. С высоты прожитых лет. Но тогда, по сути, мы это все познавали вместе с компанией. Узнавали все больше и больше об этом. Вот. Проект завершился. Я начал заниматься своим бизнесом. Начал монетизировать свой опыт в трансформации. Вот. И попытался такой основать свой консалтинг. Сейчас, опять же, на все это смотрю, насколько это было как бы наивно в те времена. Именно вот консалтинг, значит, партнерство, значит, вот как большая тройка. Или там, значит, McKinsey, или там еще кто-то. И вот, значит, у меня заказывают большие проекты. Нет, у меня были заказы, были достаточно... То есть были как бы проекты, точнее один проект, где я реально конкурировал с большими компаниями. И я этот проект забрал, я его сделал. То есть были, конечно, успехи. Но глобально это, конечно, было смешно и наивно. Вот. Смешно и наивно в том плане, что, ну, очень важен бренд в этом бизнесе. И я потом это понял и как бы перестроился уже там спустя некоторое время. Вот из 960 это результат вот того моего неудачного опыта. Ну, очень суперполезного. Вот. То есть важен бренд, важна репутация и важен продукт. То есть ты не можешь быть как McKinsey, который там делает все, что угодно. Ты не можешь конкурировать с теми же клиентами, которые там миллионы долларов, десятки миллионов долларов платят за это. Вот. А я как раз пытался как-то вот на этом рынке. И мой посыл был такой. То есть как бы я... у меня там хороший опыт практически. Я говорю, ну, вот надо же меняться, надо же вот там вовлекаться. Ну, что вы купите презентацию? Ну, кому нужно так не работать? Давайте вот вместе. И вот я такой с горящими глазами, такой весь несущий добро. Давайте вот сейчас по-другому. Давайте вот прямо сейчас вот начнем по-другому работать к культурой. Вот сейчас все вовлечемся. Вот. Ну, и как бы понятно, что так не происходило. А там, где происходило, то есть там, где был мой клиент, там, конечно, что было прекрасно. И вот этот подход, что давайте мы будем продавать, ну, делать изменения через реальное вовлечение всей команды, где консультант себя просто, ну, как бы ведет, помогает, сопровождает, чем там заказывать готовые стратегии, готовые решения, которые потом ты все равно не поймешь, не внедришь. Ну, сейчас, понятно, это все там уже более-менее пришли к этому. На тот момент рынок был другой. Эти компании доминировали, и крупнейшие клиенты так и работали, и всем было, как бы, нормально на этом рынке. Вот. А я как хотел вот это все поменять, но сформировать и так далее. Вот. Соответственно, вот этот мой такой консалтинговый опыт в итоге закончился тем, что там кончились деньги, надо было идти работать. Я пошел в Naim, пошел... Ну, мне уже все, мне уже хотелось свое. Я уже как бы работал, конечно, в крупной компании, получал тоже хороший опыт, интересные были проекты, но сердцем и душой я уже как бы понимал, что я бизнесмен, я хочу делать свой какой-то свое, продвигать какую-то миссию, свой продукт. Вот. И как раз вот 20-й год, пандемия, все как-то замедлилось. И, ну, я имею в виду там, где я работал, и я уже начал думать о том, что как-то надо вот что-то думать, что-то новое. Вот. И как раз пошла тема цифровизации как бы новой волной, что все сидят по домам, надо как-то дотягиваться до клиентов. И это прям вот рвануло вверх, эта повестка. Вот. И думаю, ну, хорошо, раз она... Надо ее как-то оседлать, надо что-то придумать. И тут я вспомнил, что... А, точнее так, не сразу я вспомнил. То есть у меня были друзья, мои партнеры. Ну, как, на тот момент еще не партнеры, но друзья рекламное агентство, коммуникационное агентство Диджитву писало. Я говорю, ребят, вы же там тоже на повестке цифровой, давайте что-нибудь придумываю. У вас и клиенты, и опыт есть, и вы профессионалы в своей тени. Давайте что-нибудь замутим. Интересно. Потому что я вот... Ну, мне скучно, надо что-то делать. И надо собраться и что-то наштармить. То есть банально просто. От скуки, от вот такой как бы пандемийной какой-то... Я не знаю, рутины. Вот. Мы начали собираться, и в какой-то момент... Ну, крутили, как вот сделать так, чтобы помогать компаниям выходить в цифру каким-то образом на какой-то продукт, там вот что-то давайте придумать. Вот. А поскольку я консультант, мне всегда хочется что-то глобальное, что-то вот замахнуться, что-то вот прям полный цикл, чтобы провести клиента этим сложным путем, вот это все. Вот. И потом я, значит, в какой-то момент вспоминаю, что когда я работал в консалтинге в 2011 году, у нас был такой способ, как бы, ну, продвижения, что ли. Он назывался Customer Experience Index. То есть мы делали что? Мы делали такую анкету в Экселе, ходили, значит, по отделениям банковским, что-то там замеряли, собирали и говорили, что вот в этих отделениях там не видно вывесок, там плохой бренд, мы не понимаем, где мы что, а здесь вот культура плохая, здесь что, что. Ну, то есть, а вот здесь, наоборот, все хорошо, мы делали рейтинги, там все. И, в принципе, интересная была история, такое исследование. Но мы тогда обсуждали еще в 2011 году, когда мы это делали, а я был как бы PM, то есть я это реализовывал, ну, как бы сопровождал полностью. Вот. Что мы абсолютно это не дотянули с точки зрения, ну, раскрутки. Ну, то есть хорошая идея, хорошие, как бы, классные исследования, но мы настолько его как бы не докрутили, то есть не донесли, не развили. То есть мы его сделали, там где-то презентовали и все. Ну, каких-то клиентов мы с этого получили, но и было нам обидно, что мы как-то вот, ну, не додумались, что можно это по-другому совершенно развивать. Я говорю, о, давайте, ребят, попробуем, мы сделаем индекс цифровой зрелости, цифровизации, вот исследования на цифру. Они такие, о, давай, слушай, классно. И вот мы начали развивать и дошли до того, что такое, ну, как бы, цифра. Ну, оно, там, digital каждый по-своему трактует, там, миллион всяких углов зрения на это все. И тема относительно новая. Вот, то есть если сравнить с какими-то устоявшимися, ну, такими бизнесовыми практиками, что ли, я не знаю, там, ну, допустим, там, не знаю, бухучет. Вот бухучету там тысячи лет, куча сертификатов, каких-то там, значит, книжек, чего только нету. И, в принципе, понятно, что такое бухучет. Что такое, там, я не знаю, по продажам тоже, там, миллион всего там и всего есть. А цифровизация, она вот еще, ну, как бы, не обрела такие контуры. То есть это относительно новая для человечества история, если сравнить, как бы, с чем-то другим. Вот. И, ну, как бы, не очень понятно, как бы, как вот понять, ты там цифровизировался, не цифровизировался, а ты более цифровой, чем, там, твой сосед, твой конкурент или нет, а как тебя клиенты воспринимают, там, ты цифровой или нет. Ну, то есть вообще никаких метрик, бенчмарков, даже потрогать нельзя. И, кстати, вот если про консалтинг немножко, такой с призма консалтинг, очень, очень классная тема для консультантов, потому что она настолько абстрактная, компания говорит, мы цифровизируемся и все. То есть ты там можешь делать что вообще, все, что угодно и, как бы, и прекрасно это все, значит, все топы вовлечены, и все куда-то бегут, какая-то движуха там. Виртуальный сервер запустил, все, ты уже цифровой. Да вообще что угодно, запускай, главное, что мы в цифровизации, мы куда-то идем, там, вообще, может, нас три года не трогать. Ну, то есть вообще вот мне это раздражает, когда раздражало, когда мы начинали говорить, а давайте мы как-то это померяем, измеряем, значит, посчитаем, сразу там начиналось, ну, ну, тут мы там, у нас agile, там, мы там ничего не считаем. Ну, то есть очень удобно, да, можно за этим, как бы, как-то спрятаться, и все нормально. Вот, поэтому у нас был пацан такой, давайте дадим какое-то определение, понятно, что оно авторское, оно не исчерпывающее, оно, там, ну, как бы, наша трактовка, но мы его оцифруем, и мы скажем, что в нашем понимании, то, чем занимаемся мы, digital – это вот это, это набор из таких-то вещей, которые, ну, и вот, как бы, такая была идея, немножко, как бы, приземлить термин «сифровизация» и дать ему метрики, и дать, возможно, цирилку как-то себя сравнивать, хотя бы как-то, потому что, ну, нет ничего, ну, нет, нельзя так сказать, много чего есть, но оно такое, как бы, лоскутное одеяло, там, по рекламе что-то здесь можно посмотреть, там, по цифровым каналам что-то тут можно посмотреть, но оно не… Колхоз, короче, одним словом. Не колхоз, низкая зрелость этой истории в мире, на самом деле, потому что, как я сказал, не так много прошло времени. Когда-то это все осядет, устаканится там, может, никогда не устаканится, потому что там постоянно что-то новое прилетает, но это нормально, на самом деле, и поэтому, как бы, есть рынок для нас, потому что те, кто, ну, вовлечены в эти процессы, кто действительно серьезно считает, что, ну, не то считает, а серьезно сфокусировано, что в этом будущее и в этом есть бизнес, для тех это очень важно, вот эти метрики, это сравнение, понимание, то есть это не игрушка. Соответственно, вот была такая идея, давайте мы как-то вот оцифруем, и мы начали думать, как мы можем померить цифру. Думали, 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 значит, до сих пор думаем, то есть мы до сих пор это все переосмысливаем, дорабатываем, серьезно, то есть методик, и у нас получилась методика. Она получилась вроде как бы авторская, ну, то есть не вроде бы авторская, она авторская. И это вот такой момент, когда тебя спрашивают, ну, а что это за методика? Мы говорим, ну, мы сами придумали. А, ну, вы сами придумали, ну, хоть и фигниально придумали. Ну, то есть не может же кто-то в России, там, два каких-то там, две компании взять и что-то придумать. Вот. А на самом деле так и получилось, то есть реально у нас так получилось, что я, ну, я потом ушел из этого банка, я как достаточно квалифицированный сотрудник, занялся вот этим исследованием. Я два года думал только об этом. И мой партнер, целая команда, тоже думала там, ну, не на 100%, но там. И когда несколько умных людей думают постоянно и постоянно это докручивают, реально может получиться как бы очень серьезный продукт. из-за того, что многие компании... Сейчас, мысль какая, что... Кто этим вообще занимается? То есть какие вообще... Ну, что значит там по мере digital? Кто это делает? Это делали большие консультанты. Ну, потому что для них это понятная тема, они это продают как проекты и так далее. Но что такое большие консультанты? Это бесконечные проекты, это там вот эти B2B-продажи, это партнеры, которые, значит, там, в залстках, дорогих машинах и все навстречу. А чтобы создать вот этот подход, нужно этим заниматься, вот как бы с... Ну, как бы полностью в это уйти, грубо говоря. А им сложно так сделать. Я не сомневаюсь, что многие могли бы собраться, запереться там на два года, но заниматься только этим и родить классный фреймворк, классный продукт. Но так почему-то, ну, как бы не происходит. А вот у нас так получилось. Ну, так, жизнь так как бы привела к этому. И в итоге у нас получился достаточно уникальный продукт. На самом деле на миролом рынке я изучал, как бы, что есть на эту тему. Ну, понятно, что там англоязычные в основном какие-то вещи. И самое близкое, что я нашел, вот к такой комплексной оценке, это есть такой у Гартнера, такой продукт, Digital IQ. Это даже не их продукт, они его купили у какой-то компании, тоже таких энтузиастов, видимо, как мы. Вот. И сделали, упаковали, они его продают совершенно по-другому, но там вот очень похоже на то, что как бы делали мы. Вот. И вот это продукт у компании мирового уровня, в которую она инвестировала, как бы купила. Я когда это увидел, я сначала этого не находил. То есть я видел, что делают большие консультанты. Они делают аркету, которую они, естественно, выберили там. Они говорят, оцените свою цифровую зрелость. Ну, пройдите опрос там. И какой процент, не знаю, процентов у вас цифровизировано? Ну, такой. Ну, 50. Окей. А, значит, какой там объем данных вы используете в продажах? Ну, наверное, может быть, мне кажется, мало. Процентов 20. Ну, то есть, и вот люди так отвечают. Да, это какое-то ощущение дает, но это не серьезно. Это, да, ну, как бы, начать разговор, что-то там уже потом серьезно погрузиться. То есть они же потом что делают? Они говорят, ну, давайте проверим 20 там или не 20. И начинается большой проект. Они берут все данные, берут все компании, начинают все это сравнивать. Ну, естественно, это там месяцев на 6, а может, и навсегда. То есть вот, ну, это понятно. А мы хотели не так. Мы хотели вот померить. Вот прям по чесноку, независимо, научно, с цифрами. Вот. И что у нас получилось? Мы взяли, ну, просто пару слов про методологию, это на самом деле важно. Мы замокнулись вот на весь диджитал. Ну, как можно вот широко сделать, так мы и возьмем максимально. То есть не так, как там смотрят, вот я разбираю там сайты, вот я буду как бы оценивать сайты. Мы говорим, ну, диджитал-то не только сайт, а миллион всего. А вот миллион всего, нет такой компании, которая имеет экспертизу во всем. Ну, как бы, даже там, не знаю, IBM, Microsoft, McKinney, они все равно там в IT или там туда, или сюда, ты не можешь охватить все. А мы хотели охватить все, но с точки зрения методики. И вот мы начали смотреть, что такое цифра. Ну, то есть клиент как-то с тобой должен взаимодействовать. То есть если ты не цифровой, тебя нету, точнее так, если ты хочешь быть как бы цифровой компанией, ты должен находиться где-то в цифровом пространстве. То есть тебя надо как-то пощупать. С точки зрения клиента. То есть у тебя должно быть присутствие. То есть какие-то цифровые площадки, каналы, платформы. То есть ты должен быть. Окей. Дальше. Ты должен там что-то делать. То есть ты не можешь просто быть. И все. Должна быть какая-то активность, взаимодействие, коммуникация. И там миллион других цифровых уже инструментов. Движение, там взаимодействие и так далее. Вот получился второй этап. И третий. Ну, как бы ради чего? Ну, понятно, что просто общаться там. Ну, такой цели нет. Понятно, что ты должен продавать в цифровом пространстве, там e-com, онлайн-продажи, через сайт, через как-то еще, через маркетплейсы. И вот получился третий блок. То есть как бы итоговый некий путь, который заканчивается там оплатой, доставкой, если мы говорим про, ну, классический ритейл. Вот. И вот получился такой фреймворк. Дальше мы это все нарезали на 12 таких более крупных блоков. Интериорсайт – это один блок, мобильное приложение – второй, там продвижение – третий, репутация – четвертый. Вот у нас их 12. И каждый делится еще на три. Вот. То есть в принципе, ну, достаточно глобально. Мы посмотрели на это. Вот. И начали это мерить. Как это померить? Есть разные как бы источники. И мы поняли, что мы не можем залезть внутрь. То есть мы не можем там Яндекс-метрику как бы использовать, у нас нет доступа, там, Гугл-метрику. Мы не можем там спросить, типа, что там у вас с конверсиями, а что там у вас, я не знаю, с трафиком на каждой страничке, ну и так далее. Или там, как у вас мобильное приложение разрабатывается, сколько человек в команде, как часто они там собираются. Ну, то есть, и мы поняли, что мы можем померить, а мы хотим мерить сто компаний, тысячу компаний, только глазами клиентов. То есть то, что мы вот видим, и то, что можно собрать, не залезая, не общаясь вообще с компанией. Вот. И вот из призма этого, мы там, где-то мы запартнерили с кем-то, где-то купили, получили доступ к сервисам каким-то платным, где-то сами что-то собрали. И вот у нас получился такой подход. И мы начали, мы сделали первое исследование по магазинам, не знаю, уже не знаю, почему мы взяли такой сегмент, это DIY Retail, Leroy Berlin, Петрович, там все инструменты, вот эти магазины. Почему-то нам казалось, что вот это классно. Давай попробуем. По факту, конечно, это очень нишевая на самом деле вещь. Конечно, магазины большие, игроков много. Я потом стал, когда мы сделали 50 компаний взяли, я, оказывается, узнал, что эти все бренды есть, я начал их замечать. Да, по-моему, это у нас там на 30-м месте вот эта компания, еду там, в том кадре. Вот. То есть я там начал уже ориентироваться. Потом выяснилось, что вообще это тяжело найти список, вообще кто есть. То есть область серая, ну, то есть нету в ЦБ списка всех гипермаркетов строительных компаний. Мы покупали какое-то исследование, чтобы из него уже взять этот список. То есть нет такого сайта, где его там топ-50 компаний по оборотам строительных. там много-много нюансов. Соответственно, пустили, потренировались, поняли, что как бы тема правильная, никаких клиентов мы не получили, но как бы идея правильная. А дальше мы стали пробовать разные отрасли, докручивать саму методику, потому что оказалось, что эти вещи там, ну, смешные, там, неоцениваемые. Ну, то есть понятно, что это был сырой продукт, но он появился. То есть чем отличается вот от того опыта, который я был? Во-первых, я пошел туда как бы не один, а с партнером, с экспертизой, с командой. Мы сделали продукт, мы сделали, ну, то есть мы очень хорошо сфокусировались. То есть это вот совет мне, мне тому наивному консультанту, который как бы вышел, и я там трансформация, а все, а все хорош. Вот. И постепенно, постепенно мы начали работать, и когда мы сделали страховые, у нас появились первые клиенты. страховые компании, мы такие, ну все, подтвердили гипотезу, пошли. А клиенты на что? То есть мы, ну как бы исследование мы делаем, оно бесплатное. Как бы, а на чем будем зарабатывать? Ну, понятно, было много идей, и мы придумали продукт, который мы назвали цифровой аудит. То есть, что такое цифровой аудит? По сути, это тоже исследование, те же практики, только глубже и конкретно про вас. И в чем отличие от других, как бы, таких подходов? То есть мы, тут как бы целый, вот УТП, да, вы говорите, тут целый набор этих УТП, на самом деле. Во-первых, мы говорим, что мы проводим анализ, вообще мы вас, как бы, не трогаем. Дайте нам трех конкурентов, и мы вам придем, через три недели разложим вообще все по цифре. Понятно, что только вот с определенной призмы, но вы вообще не напрягаетесь. А это на самом деле очень важно, потому что вот в таких проектах, когда приходит консультант какой-то, это прямо на томском команде очень серьезно. Это надо что-то делать, что-то выгружать, а мы такие, вот, три конкурента дайте, и даже для многих даже это бывает сложно. Ой, а кого дать? А мы не знаем, а давайте подумаем, то есть, а вот вы предложите. Ну, это как бы нормально. Ну, в принципе, все. Это вот первое. Второе, мы даем продукт, который, что такое сейчас аудит? Я уже там буду ускоряться чуть-чуть. Что такое аудит? Это, сейчас мы продаем его за 500 тысяч рублей. Это очень дешево для B2B, который дает, как бы, продукт, который дает широкую, такую достаточно картину и глубокую. Мы привлекли партнеров, потому что мы говорим, мы не, ну, как бы, я не знаю, как работает сайт в деталях, как там, ну, то есть, мы взяли широко, а чтобы посмотреть глубоко, нужна экспертиза. И у нас, грубо говоря, сейчас там под каждую вот нашу идею, каждый параметр есть свой партнер, который глубоко его оценивает. И мы договорились с этими партнерами, что, грубо говоря, вот 200 страниц аудита, из них там 50 наши, ну, если так мерить именно страницами, а 150 это партнерский контент, который глубоко анализирует. То есть, мы говорим, у вас сайт там, вы по сайту там, типа, на 20-м месте, в отпуске. Ну, и что, как бы, и что это значит, а как с этим работать. И вот приходит партнер, он говорит, вот смотрите, и там, значит, раскладка по всем направлениям, сравнение там с конкурентами, что надо делать, бэклог, там цели, метрики, и вот все, и это глубина. Конечно, я уже тоже начал разбираться, я уже сейчас иногда из-за партнеров там все рассказываю, кроме SEO. SEO это, шмар, это вообще очень сложно, как нам это раскладывать. Если что, посел, я тебе могу рассказать, что ты. Да. Станешь экспертом, будешь 20-ю страницу заполнять. Вот, и получилось, что у нас такая интересная синергия, то есть мы даем и глубокий контент, и широкий, то есть этот продукт, он идет и на сайт директоров, потому что там есть средств отрасли и бенчмарки, он идет им там, условно, направление, и топы, которые за это отвечают, они как бы, видят всю картину, он идет и вниз, потому что он идет к конкретным командам, которым дали внешний взгляд и говорят, вот это надо доработать, дали внешние эксперты, а это реально эксперты, потому что из DI только что сделали, дали основу и собрали экспертов, то есть спорить с нами как бы можно, ну, с Алексеем Романовым, а спорить как бы, условно, каким-нибудь там, ашманом в партнеры сложно, потому что они это там, 25 лет занимаются этим, как бы, продуктом. И вот в этом получается такая вот комплексная синергия, а партнерам очень выгодно тоже с нами работать, потому что мы им генерим, по сути, лиды очень качественные, и они за номинальные какие-то деньги делают этот аудит, ради того, чтобы потом прийти, собственно, это все презентовать и, соответственно, получить уже долгосрочный контракт. Вот, поэтому и получается, что если ты отдельно захочешь это собрать, ну, во-первых, ты не соберешь, ну, как бы, как заказчик, вот все, все направления цифровой зрелости, посмотреть. Во-вторых, это будет стоить там несколько миллионов, потому что никто не делает там аудиты за 20 тысяч рублей. Вот, а у нас это все упаковано, и это действительно вот он получился такой очень интересный продукт и доступный. Вот, и вот, как бы, такой у нас бизнес. То есть у нас есть исследование, которое мы делаем бесплатно, и есть аудит. Вот, и исходя из этого, это как бы новая история, то есть нет вот таких в явном виде каких-то вот там действительно аналогов в моменте. И для того, чтобы это продавать, мы сфокусировались только на, ну, такой в общепризме терминологии, только на маркетинге. То есть нам нужно, у нас нет продавцов, у нас нет отдела продаж, у нас вообще нет условия продажи. То есть мы выпускаем очень крутые исследования, мы туда вкладываемся, у нас там нет ошибок, у нас хороший дизайн, у нас много мяса, мы отдаем бесплатно, ну, то, что никто не отдает бесплатно, вот, из как бы больших компаний. Мы пробовали на самом деле продавать, но потом я понял, что не надо это продавать, потому что как бы купят словно там 5% от тех, кто должны были только прочитать, и гораздо важнее, чтобы прочитали вот как можно больше людей и погрузились, прочувствовали. То есть мы за счет исследований с нуля стали достаточно, ну, что такое из Дяи 360? Ну, ничего, просто какой-то вот новый бренд, которых там миллион появляется. У нас узнали там 5-6 отраслей, ну, и нас реально знают, как бы наши исследования читают, пересылают, то есть в день выхода исследований это как вот фильм выходит там у Даниэля Вильнева, и все его там как бы читают и смотрят. Вот это для нас тоже, мы как будто фильм делаем, то есть это очень серьезный процесс, очень кропотливый, там участвуют, я не знаю, человек, наверное, 40 в исследовании, из которых там, не знаю, 10 наши и 30 партнеров. Исследования делают 7 компаний, которых мы привлекли, объединили, каждый тоже там свою задачу, свой блог комментирует, свой блог про хач. Вот, и получается, что, чтобы этот рынок создать, а мы должны его создать, его нет, мы должны вот это постоянно делать, то есть наши продажи, это на самом деле исследование, ну, и качественная дистрибуция. Вот, про дистрибуту расскажи поподробнее, на чем ваш маркет. Ну, смотрите, как бы совершенству нет предела, мы много чего научились делать, много чего еще предстоит, значит, что мы научились делать? Мы научились, ну, я просто расскажу, как это выходит, какой алгоритм, выходит исследование, вот мы его сделали, это презентация, мы заливаем его на сайт, делаем под этот раздел на сайте, все там настраиваем, и дальше его должны как бы скачать. Вот, соответственно, мы делаем пресс-релиз, пресс-релиз в каком-нибудь большом СМИ, за это у нас отвечают партнеры. Смотрите, у нас маркетинг бесплатный, это еще одна как бы фишка, мы не платим ни за что, кроме телеграм-канала. Если я тоже хочу маркетинг бесплатный, что мне нужно делать? Сейчас я расскажу. Вам нужны партнеры и крутой контент. Значит, нас берут большие СМИ, потому что у нас исследование, исследование очень любят, у нас одно из самых мощных исследований, мы там, вот уже там три года, мы его так позиционируем, оно такое и есть, соответственно, его берут достаточно охотно. То есть, нам нужно просто правильно это преподнести, правильно писать пресс-релиз, правильно договориться, за это отвечает как бы команда пиарщиков, которые с нами не наши пиарщики, наши партнеры. Вот, которые участвуют и в исследовании, и, конечно, им тоже интересно продвинуть и себя в том числе. Вот, поэтому мы попадаем в коммерсант, условно говоря, бесплатно. Дальше. Мы должны дать, значит, а, значит, пресс-релизы, если дальше эту тему накручивать. Дальше выходит исследование, банки смотрят, ну, или банки, или страховые, неважно, наши клиенты, а мы там заняли первое место. Они выпускают пресс-релиз, они начинают про это рассказывать. Дальше. Компания заняла, допустим, не первое место, но по разделу онлайн-продажи они заняли первое место. Они тоже про это напишут. Дальше. Есть компания, которая заняла десятое место, но среди, значит, страховых компаний Татарстана она заняла первое место. Они тоже про это напишут. И там получается, а кто-то занял, допустим, пятое, но до этого... Волна. Да, да, до этого он был 25. Снежный комп. Они такие, о, мы вошли там в пятерку, и они там тоже проекты напишут. То есть компании... Сколько участников было? Да, один. Я занял первое место. Не, 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 это не авторитетный рейтинг. У нас, кстати, хороший вопрос, у нас обычно, мы начинали со ста компаний в отрасли. То есть мы анализировали сто компаний. И по факту оказалось, что реально где-то начиная уже с сороковой, но в зависимости от отрасли, уже там ничего интересного не происходит. И это на самом деле портит бенчмарки, потому что мы же берем это как базу, и нет смысла. То есть мы ограничились пятидесятью, это тоже были определенные там... Ну, на самом деле попроще, конечно, делать. Пятьдесят компаний, а не сто. Но дело не в этом. Дело в том, что просто контент более релевантный, становится. А второе, что... Леш, извини, пожалуйста, в этот момент, вы берете не среднее по больнице, а берете именно конкретно, чтобы точечные исследования было. Прямо вот пятьдесят компаний, которые вровень, да? Выходит рейтинг, выходит исследование. Цифровая зрелость, банковское отпуск. В этом исследовании приняло участие пятьдесят компаний. Значит так, мы решили, что в исследовании примут участие пятьдесят компаний, пятьдесят банков. Почему? Я уже объяснил. Потому что дальше мы считаем, например, такой критерий, скорость загрузки сайта. Нет, скорость загрузки сайта не очень хорошая. Ну, например, вот давайте хороший пример. Количество подписчиков в соцсетях. Ну, как бы, некий показатель, да, цифровой зрелости. Больше подписчиков, соответственно, больше там возможностей. Компания что-то сделала для этого, проинвестировала, научилась, там, своя зрелость хорошая. У Сбербанка там, допустим, шесть миллионов, там, или десять миллионов, а у кого-то там, допустим, сто тысяч. Вот как распределить баллы? Ну, понятно, что у Сбербанка самое большое, а вот, допустим, сто тысяч подписчиков, это много или мало? А пять тысяч подписчиков? Ну, то есть, как расставить оценку? И то, что, допустим, работает для банковской сферы, совершенно не так в медицине, совершенно не так, ну, то есть, разные рынки, разное поведение клиентов. То есть, как мы можем сказать, что вот это много или мало? То есть, у нас шкала, она всегда адаптируется под отрасль. То есть, мы смотрим, сколько по факту подписчиков во всей отрасли, считаем, ну, как бы, грубо говоря, отсекаем там самых круглых, самых, у кого мало, ну, то есть, мы считываем это математически и говорим, что начиная от такой-то цифры, вот конкретно в России, конкретно среди вот этих, как бы, 50 банков, вот это хороший показатель, а вот это плохой показатель, потому что мы собрали данные по всем соцсетям, по всем, соответственно, банкам. Если туда попадают банки, которых, условно говоря, нули, 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 это немножко размывает вот эту, как бы, ну, статистику. То есть, грубо говоря, это значит, что мы верхнюю границу, наверное, немножко еще поднимем вверх, потому что, ну, как бы, математически так получается. Поэтому нам важно правильно выбрать выбор, кто наши, ну, как бы, респонденты, кого мы смотрим. Вот. И вот эти все тоже очень важные для нас был момент, когда мы вначале делали исследование, у нас было 100 компаний, мы не могли про все написать. Ну, то есть, как бы, допустим, компания, я не знаю, любая, вот, медицину, да, если взять, вот МедСи. МедСи хочется узнать, а что там у них, не знаю, с соцсетями, с сайтом, и с онлайн-продажами. А как бы, ну, мы же не можем там про МедСи сказать, а про Асклепиус какой-нибудь не сказать, не знаю. 100 компаний, ну, как ты как бы выберешь, ну, и мы давали некие агрегированные там цифры, в среднем там 53% клиник дают возможность записаться онлайн. А кто конкретно? И чисто вот физически это было, ну, практически невозможно сделать, потому что много параметров, много этих вещей. И тогда мы, когда мы уменьшили количество, ну, выборов, мы их стали все публиковать. То есть, если вы сейчас откроете, допустим, последние, последние исследования по страховым компаниям, то каждая компания увидит, за что она получила балл, сколько она получила балл, где она, кто выше, кто ниже. И, в общем, это дает вовлеченность, скажем так, исследований. Это вот такие, там их было миллион на этапе становления. Вот, возвращаясь, значит, продвижение. Соответственно, про СМИ я сказал, дальше партнеры выпускают свои пресс-линизы. Они же не просто так, ну, как бы, поучаствовали. Они же должны тоже это продвинуть, а у них мощности, извините меня, посерьезнее, чем у нас. Там целые отделы пиара, маркетинга, они-то как раз могут уже и что-то там, какие-то посевы сделать и так далее. Вот, соответственно, и понятно, что там уже немножко они, так сказать, там уже они на первом плане, и там где-то из Диаи, но это нормально, все равно мы свое получаем. Вот, это вообще все, как бы, бесплатно, все за счет вот этих, как бы, контента и партнерства. Дальше мы берем телеграм-канал, самый крутой в этой отрасли, и в нем публикуем, ну, как бы, публикуем. Да, за это мы платим деньги, но, как бы, это нормально, это деньги небольшие. Вот, и получаем очень хороший отрасль, потому что контент максимально релевантный, то есть цифровая зрелость, как бы, у отрасли, очень понятно, как бы, куда ее положить, чтобы, и кто, понятно, ее прочитает. Здесь все очень хорошо отработано. Дальше люди скачивают исследования и пересылают. То есть те скачивания, которые мы видим, мы, естественно, их видим все, нам очень важно, вот какая у нас воронка, да, то есть люди посещают страничку сайта, по-другому ты, ну, как-то не получишь исследования, дальше они скачивают, дальше они начинают пересылать. И вот этот отчет начинает гулять по сети, в мессенджерах. И это очень, ну, как бы, круто. И мы, чтобы он гулял, мы как раз вот это и делаем, чтобы каждая компания себя увидела, она сравнила, она там заревновала, она, значит, начала злиться на нас, что мы там неправильно посчитали, что вообще мы там ничего про них не знаем, это прекрасно. То есть чем больше эмоций, тем более прекрасно. Кто-то говорит, значит, сейчас, во-первых, уже нельзя сказать, что вы там что-то не понимаете, потому что у нас, во-первых, мы уже много раз делали, у нас серьезные партнеры, и что они там тоже не понимают, тяжело это сказать. Вот. Сейчас говорят, вы там не тот параметр взяли. Мы говорим, давайте обсудим, мы всегда за, давайте докрутим. Вот. А дальше, соответственно, что происходит? Происходит, ну, и там много еще инструментов, естественно, мы пишем статьи, мы выступаем, опять же, цифры. Цифры очень любят все. Приходите, покажите бенчмарки, покажите цифры. Это совсем другое, чем придите, расскажите про свое там программное обеспечение. Это как бы вот рынок. То есть у нас максимальный такой вот экспертный цифровой как бы контент, он красивый, симпатичный, действительно, экспертный, и его, с ним приятно работать, его приятно как бы обсуждать, там есть, помериться чем, с кем, то есть там все есть для того, чтобы он был максимально как бы вот интересный. Вот. А дальше, соответственно, начинаются уже продажи. Но это не продажи, потому что мы не обзваниваем, условно говоря, банки, не говорим, что вы там заняли третье место, давайте мы вам придем, расскажем. Почему? Потому что, ну потому что не работает так для нас. То есть у нас, у нас они знают, что мы есть, они точно исследования читают, мы для этого все сделали. Если они, ну как бы, не проявили никакого интереса, ну нет смысла их как бы вот это, ну, вот это делать. это, ну, и это, как сказать, это, во-первых, не работает, в первую очередь, по крайней мере, для нас. Потому что, если бы это были, я не знаю, ну какие-то сформированные рынки, тогда я понимаю, да, ты звонишь и говоришь, там, вот у нас там, пылесосы хорошие, давайте там это, или что-то, софт какой-то хороший, давайте что-то, а у нас, ну, нет такого рынка. Если они знают, они скажут, да, Алексей, мы знаем, как бы все. А если они не знают, они, ну, не поймут. Ну, то есть, смысла нет, так делать вообще никакого. Вот, поэтому мы ничего не продаем. Естественно, мы отрабатываем все заявки, мы связываемся, но это такие вот, как бы сказать, входящие, да, как бы продажи. Леша, извини, пожалуйста, Леша, извини, пожалуйста, но вопрос, вот, вот эту всю историю, ты вот рассказываешь, расскажешь, очень интересно слушать, но я не могу не задать вопрос, вот, а какие цифры, вот ты про цифры стал говорить, какие цифры у вашей компании, то есть, чего вы успели добиться, то есть, сколько исследований выпустили, сколько денег заработали, как боролись, не знаю, с теми вот ситуациями, которые произошли, помогли они, не помогли, то есть, вот в этом направлении, можешь чуть-чуть рассказать? Ну, смотри, у нас, сейчас даже не знаю, какие цифры, рассказать, какие не рассказывать, значит, ну, какие хочешь, я понял, понял, смотрите, у нас, мы существуем, в сентябре будет, в сентябре, если считать датой начала, как бы, кампании, выход нашего первого исследования, то три года, за эти три года, мы, вот на текущий момент, мы выпустили пять исследований, из них, четыре, шесть, сейчас, я забываю, мы много исследований выпустили, сейчас я зайду на сайт, я уже не помню, значит, у нас, раз, сейчас, раз, два, три, четыре, шесть, да, шесть, из них одно, то есть, по пяти отраслям, то есть, одно повторное, по страховым мы выпустили два раза, и будем выпускать каждый год, шесть исследований, каждое исследование, это три месяца работы, минимум, иногда четыре, если много чего меняется, то есть, мы можем в год выпускать два-три исследования в текущем, как бы, ну, как сказать, состоянии, значит, это вот первое, значит, с точки зрения количества людей, у нас работает пять человек, это команды нашего агентства, но, команда, которая участвует, ну, короче, команда вместе с партнером, еще человек тридцать-сорок из партнера, да, ну, понятно, что это точечные какие-то конкретные, под аудиты, под это, мы даже не знаем, на самом деле, сколько там, допустим, в компании Сидорин Лав, людей делает тот аудит, который мы делаем, мы общаемся с каким-то количеством людей, но это очень достаточно, в этом фишка, то есть, у нас, ну, там разные партнеры были, грубо говоря, а сейчас мы сотрудничаем с семью компаниями, вот, на регуляторах. ты говоришь, допустим, вот 50 банков, из этих 50 банков, сколько в итоге ты потом продаешь контролдам? Ну, сейчас у нас три банка пока, с которыми мы работаем, вот, из 50, но, смотрите, у нас больше страховой, ну, среди страховых клиентов, сколько? 6. 6 из 50, да? Ну, не из 50, там, там, как бы, гораздо больше, но среди целевых, да, 50. Смотрите, исследование-то вы в 50 проводите? Да, да, последний раз 30 мы взяли. Смотрите, тут, как бы, какой момент, это, ну, цифры, не могу сказать, что цифры какие-то, там, супер бомбические. Для новой компании, для большого... так вы же маленькая компания еще. Да, вы маленькая. Я, как бы, вижу это так, что наш продукт, он, очень, такой, долгоиграющий, то есть, основа продаж, то есть, когда-нибудь у нас будет, там, ну, условно, 25 из этих компаний, потому что это станет бенчмарком. Это уже где-то стало бенчмарком, но не до конца. То есть, у нас, допустим, почти все топовые компании, у нас, для кого digital важно, они приходят первыми, потому что компания, для которой это не на поездке дня, и, там, грубо говоря, топ-менеджеров не, так сказать, цели им не ставят, и своих директоров на этом не заморачиваются, они в это не играют. Для них это может просто, ну, как бы, ну, просто исследование, но так никто не покупает уже, просто исследование. Так, смотри, ты, ты как планируешь, остаться в этих нишах, где-то есть, банки страховые, там, что-то еще, или пойти шире, еще в другие, какие-то, вертикальные замедления? Мы начали широко, мы начали широко, но это не работает, мы сузились, я думаю, что в ближайшие лет пять мы будем очень глубоко в страховании в банках, максимально глубоко, потому что все равно, пока до 100% не доберетесь, до 100%, до 100% не доберемся, но мы должны понять, когда, вот, когда мы станем бенчбанком, когда наши показатели будут в KPI-ах у генеральных директоров, в тех компаниях, с которыми мы работаем, ну, может быть, не у генерального, но, условно, те у того, кто отвечает за цифровизацию, точно уже это есть, но их просто не очень много, это те, для кого это важно, вот, с ростом цифровизации и наш продукт будет более востребованный, и компании, у которых есть амбиции, будут нас заказывать, поэтому вопрос, у кого будут эти амбиции, да, кто там будет, но в какой-то момент это просто станет бенчмартом, если ты там, ну, я надеюсь, стратегия такая, а если ты не заказываешь аудиты там и не ориентируешься на езде 360, как бы, ну, ты там вообще не в теме, короче, вот, вот это надо добиться, я не знаю, сколько таких будет компаний, но путь к этому, он через глубокое погружение в отрасль, потому что все равно там есть специфика, все равно есть, нужно чувствовать эту отрасль, почему вот медицина у нас там плохо взлетела, потому что я никогда, ну, у меня были пару проектов в консалтинге, но я ее не чувствую, как отрасль, там нужно понимать, как писать, как говорить, как продавать, в смысле, как общаться, как вы. Ну, вот и не надо понимать, да, так скажи, вот сейчас вот слушают нас разные компании, которые в том числе видели твои рейтинги, твои отчеты, и читали твои исследования, и они тоже, может быть, могли бы тебе помочь поучаствовать в этом предприятии, в этом проекте. Вот как ты выбираешь себе партнеров, вот этих вот 40, которые ты говорил, человек, и там, не знаю, сколько компаний, которые 150 стран занимают, что должны тебе дать, принести, и как они должны доказать, что они достойны партнеров для того, чтобы ты взял себе на бой. Хороший вопрос. Ну, когда мы начинаем общение, потому что я не знаю, как будет строиться работа, я имею в виду, насколько качественно этот партнер отработает, на старте мне, конечно, важен бренд, репутация этой компании. То есть, чем она более известна, чем она дольше на рынке, для меня это ну, как бы знак качества, и для меня это надежность, потому что взять компанию хорошую, а я никак, ну, сложно понять, хороший или нет, но без бренда. То есть, ты стартап, можно сказать, трехлетний, берешь набор только старые компании с историей и с репутацией, да? Не только, но у нас много таких. То есть, у нас компания, значит, вот, Ашманов и партнеры, это лидер в SEO, ну, один из там лидеров в SEO. У нас, Сидорин Лап, это лидеры в репутации. Вот, у нас есть, допустим, партнер, компания Винчи, это там один из лидеров в пиаре, Винчи Пиар, вот, ну и так далее. То есть, есть компании другие форматы, ну, то есть, да, и они сотрудничают. И это произошло не сразу, потому что у нас очень понятная модель, мы даем бесплатно пиар для них и как бы возможность сотрудничать в очень большой истории. Лиды, лиды вы им еще передаете. Лиды, да. А вот в обратную сторону, смотри, я к тому, что вы им передаете лиды, и для них это понятно, они там теплые, все, погнали, поехали. В обратную сторону они вам, как партнеры, там, приводят те же компании, которым нужна эта услуга аудита, потому что у меня сейчас, допустим, там, есть вопросик, там, 500 тысяч, ты говорил, это, там, грубого исследования, три года на рынке, небольшое количество клиентов, там, 5-6 штук ты называл, ну, скорее всего, больше. На чем заработок для меня, вот, да, допустим, тоже вопрос такой интересный, а на чем же компания зарабатывает? То есть, на своих продуктах. На продуктах именно каких? То есть, это аудит или еще есть что? Смотрите, никакие там комиссии, условные там, агентские эти, за продукт, который стоит 500, не интересен никому. А фишка нашего аудита в том, что он подсвечивает такие вещи, которые клиент понимает по-другому для себя, переосмысливать, а потом, чтобы их исправить, заказывает какие-то проекты, продукты у поставщиков. То есть, у нас, например, вот пример свежий, без имен, мы заказали, то есть, у нас заказали аудит, крупная компания, мы его выполнили, они очень хотят быть номер один в рейтинге. Вот. То есть, они прям заряжены, они очень круто с ним работают, они это разделили на, на бэклог, распределили его и так далее, по командам, и начали реализовывать те, как бы, направления, которые мы им подсветили. И компания, их вендор, многолетний, получила новые заказы, которые до этого они не могли продать сами. То есть, они говорили, вам надо, там, вот, сделать вот это. Ну, когда-нибудь там дойдет. Ну, короче, не покупали, не понимали. Тут приходим мы, говорим, что это важно, как бы, стороннее мнение, авторитетное, экспертное, и к ним прилетает заказ. Да, вот вы говорили, мы теперь поняли, что это надо. Вот. Соответственно, это генерит, продажи для тех, кто сотрудничает с теми компаниями, которые покупают от нас аудит. Для, ну, как бы, допустим, для тех компаний, кто предлагает наш аудит, это выход, ну, как бы, на новый уровень отношений, потому что аудит, он про весь диджитал. И говорить... Извини, пожалуйста. Вот, я, чтобы для себя, вот, я в танке. Вы получаете комиссию за эти проекты, которые уже идут к вендерам, или как? Ну, я просто, вот, чтобы разобраться. Если мы, вот, мы сделали аудит, в нем участвует какая-то компания, которая, там, является нашим, там, сервисерным партнером. И потом они говорят, ну, хорошо, вот, там, сделайте нам это, вы говорите, сделайте. Да, мы, там, получаем небольшую комиссию, конечно, это один из источников, да, для партнера нашего, который нас хочет продать. То есть, мы ему говорим, ну, мы, конечно, можем там, не знаю, 30-50 тысяч какие-то поделиться. Все, у меня картинка сложилась, да, сейчас, да, но это не главное, никто не будет продавать именно только за это. Для них это выход на совершенно качественный новый уровень, потому что, одно дело, ты общался с клиентом по какой-то своей узкой теме, другое, ты уже общаешься вообще по всему диджиталу. И вот в этом, за счет вот этой big idea, за счет нашего масштаба, это круто, ты выходишь на новый уровень. То есть, если ты общался с маркетологом, ты начинаешь общаться там с каким-то там, ну, генеральным или там еще кем-то, потому что новый уровень, как бы, то есть, как говорят, чтобы было интересно, нужно с человеком общаться на тему, которая там, на ступеньку выше, чем он. То есть, там, с Сева надо про отрасль, с тем, кто в отрасли, там, про мир, ну и так далее. Директор, с начальником отдела, там, про всю компанию. Вот, а это как раз выход вот на этот, на ступеньку выше, потому что там и отрасль, и вся компания, и так далее. Вот, поэтому у нас вот такие очень хорошие партнеры. Как мы их выбираем? Да, первое, мы выбираем по репутации, потому что, ну, как бы, мы должны быть уверены. Если даже компания там, ну, что-то говорит, а там нужно спорить об этом, да, и что-то утверждает. Если это компания ноунейн, то они скажут, ну, понятно, мы им не доверяем, да, что-то там сказали, это не, уровень доверия другой. Если это лидеры, такого, конечно, нет. Второй формат партнеров, это компания, то есть они, ну, как сказать, вот, например, компания Salas, которым, это вообще наши, как бы, ну, мои друзья, и мы с ними это все придумали, мы сейчас в формате партнерства уже работаем, и они супер качественно делают, как бы, продукты. Они, может быть, не там, не самый известный бренд, но такой, что прям вся страна одного сала, но у них очень качественная команда, они очень круто работают, я не буду их, ну, как бы, нет смысла их на кого-то менять или что-то, потому что, ну, просто там очень высокое качество работы. Есть компании, которые, вообще, моя большая идея дальше развивать, сделать так, чтобы вообще у нас было на уровне долей в бизнесе, было какое-то взаимное, вот, какое, какой-то консорциум, потому что, как работают крупные консалтинг, все партнеры, там, условно, McKinsey, имеют долю, там, от своей практики и от практики, как бы, соседних, чуть-чуть, да, то есть, это вот все вот так, почему бы нам не сделать то же самое, нет ни одной компании на рынке, которая может делать весь спектр сервиса, B2B, по диджиталу, такого нет, а консорциум компании может, если, ну, я сейчас так, как бы, неважно, какие это будут бренды, если у меня будет доля, пусть маленькая, в бизнесе моего партнера, а у партнера в моем бизнесе, и у нас будут вот эти вот кросс, ну, как бы, вот эти все связи, чтобы они были еще более заинтересованы, я был более заинтересован, вот, в сотрудничестве с ними, тогда это становится такой прям очень мощный, мощной силой, в основе есть методология, которую мы разработали, и вот этот процесс исследования, который генерит воронку, а дальше компании, как бы, вот, это все мы говорим, мы можем сделать там условно трансформацию, и вот здесь мы можем сказать, что мы можем, потому что у нас уже все, все компетенции есть, туда можно подключать еще направления, там, и по CRM очень важные направления, мы сейчас никак его, как бы, не разбираем, и по платежам, тоже там сейчас доказано, конца не закрыты, то есть мы это меряем, но у нас нет партнера, который бы сказал, а вот надо делать так, и вот вообще сейчас тренды такие, но мы сейчас постепенно тоже начинаем, то есть потенциал для вот этого развития, он очень большой, потому что есть вот эта методика, есть эта воронка, есть качественный контент, есть вот эта дикайдея, которую на самом деле не стыдно там, ни в какой кабинет, в смысле, в любой кабинет не стыдно с ней прийти, условно говоря, потому что она реально крутая, она универсальная, то есть мы там с минимальными адаптациями можем оценить цифровую зрелость банка, клиники, парикмахерской, города, там, ну то есть любого объекта, где важен диджитал. Слушай, Леш, это вот, это все так увлеченно рассказываешь, это прям круто, потому что я так чувствую, ты туда прям просто вот с головой, у тебя вот заняту времени, больше ни на что, ты часто говоришь про продукт, продукт, у тебя была история с, вначале с переходом в банке, по-моему, с продуктовой модели на клиента ориентированную, и я понимаю, что ты вот сейчас, в данный момент, историю клиента ориентированную применяешь, то есть ты больше на клиентов, больше полезности, знаний, там, грубо говоря, от этого у тебя уже идет история, какая, что нету продаж, потому что ты уже на все практически вопросы наши ответил, на продаж нету, да, продаж нету, уникальный человек, да, во время приветствия закрыл все вопросы, все вопросы просто, но, я к чему, это на самом деле было интересно, потому что, ну, как бы даже, ну, не хотелось как-то перебивать, или что-то еще, потому что такое прям интересное дело, но вопрос, у нас уже время подходит, мы потихонечку будем начинать к завершению подкаста, вопрос такой, работа, 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 понятно, но все же, как ты сам отдыхаешь от всего этого, чем ты вдохновляешься. Я бы, Антон, зашел бы еще издалека, потому что, насколько я понял из рассказа Алексея, у них же, у вас, Алексей же, первые исследования, они пошли в молоко. Ну, у нас с первого исследования мы клиентов не получили, и мало кто о нем узнал глобально, но мы поняли, как бы, мы много чего поняли. Что тебе, твоей команде, помогало сохранять оптимизм? Вы же верили в эту идею, вы верили, что она выстрелит, и шли дальше. Как ты сохранял оптимизм, бодрость духа и саму мотивацию? Я, честно говоря, даже уже не знаю, как все мои там эти, у меня очень много было на эту тему переживаний, мне было очень тяжело, потому что партнеры, с которыми мы это делали, у них был свой достаточно большой бизнес, для них это был стартап, и все равно я не мог выдергивать их там сильно, они максимально, что могли, если с ними помогали, но для них это был проект все равно второстепенный, для меня он был единственный, и это был очень сложный период, потому что я просыпался, ну вот когда ты работаешь на имя, у тебя нет проблем с чем себя занять, и что делать, потому что все расписано, нет времени ни на что, а тут ты просыпаешься и думаешь, блин, а что я сегодня такое должен сделать, чтобы завтра у меня там были заказы, вот что, какую-нибудь презентацию еще придумать, вот что, с кем-нибудь пообщаться, а с кем, ну вот что, то есть вот эта вот такая ситуация, она очень-очень сложная. Ну, во-первых, я, конечно, верил в продукт, потому что, ну потому что это правильно, потому что рационально, пусть да, он у меня пока не купили, но рационально он идеально вот как бы нужен в моменте, цифра на подъеме, как бы бенчмарков нет, контент интересный, профессионально мало кто это делает, а потом, я, кстати, вам это не сказал, потом, когда вот началась спецоперация, ушли все компании, которые забивали, которые ничего не делали на самом деле нормально в этой сфере, но забивали мне информационный такой создавальный поток, который сбивал как бы... Они копипастили, копипастили. Ну, мы делали свои там, да, вещи, типа мы оценили, значит, цифровизацию России, вот все отрасли, вот по две компании в каждой отрасли, мы их опросили, ну это смешно, но зато там два международных бренда и как бы и все, и трафик побежал туда. Вот, это мне очень сильно... Ты его опять, Ромзо, вот про продукты все, все, и человек опять понесло, ну, вопрос... Все, вопрос... Вернемся, да. Ты, про тебя. Первое, мне было очень тяжело, раз, я верил в продукт, как бы два, третье, особо у меня не было никакого выбора на самом деле, потому что я уже столько вложил, и поскольку я еще верю, ну, я не бросал, ну, и у меня не было там миллиона каких-то оферов, каких-то там других вариантов, вот я работал на это, и я продолжал работать. Работал и работал, да, там, как бы, были вот эти моменты, я просто всегда... Ну, как бы, непонятно, ты делаешь ерунду, и поэтому у тебя нет клиентов, или ты делаешь... Или ты еще не доделал, а когда ты доделаешь, у тебя будут клиенты. Или они просто еще не поняли, в чем твоя... Да, вот где это границ? Где это границ? Меня поддерживали партнеры, потому что, да, может быть, и клиентов мы там еще тогда не достучались, но мне все говорили, что я делаю крутую штуку, и люди сотрудничали со мной, сотрудничали большие бренды. В какой-то момент я просто там, ну, условно, мне там организовывали знакомство в Телеграме, ну, условно, с генеральным, неважно, вот, я говорю, вот у нас такая, ну, классная история, давайте посотрудничаем. Я говорю, ну, давайте, созвоним. Созвонили, и говорит, да, классно, мы готовы. Вот там два года назад я... Ну, никто бы со мной не стал... Ну, точнее так, не было прецедентов. А тут у меня уже все... Меня все знают более-менее, уже бренд какой-то более-менее существующий, готовый, и политика поменялась, поменялась, поменялись клиентские, им стало сложнее продавать. Ну, и так далее. То есть много чего поменялось. И вот эти изменения, они реально пошли на пользу. И потом, когда пошли, один клиент, второй клиент, третий клиент, тут я уже выбросил. То есть, если простыми словами вот отвечать, как Антон просит, да, то маниакальная целеустремленность спасла тебя, вывезла. Это тот самый период, когда крокодил не ловьешь. У меня просто не было выбора. Мне надо было что-то делать, и это то, во что я верил, и что я мог, и на тот момент уже делал. Вот и все. То есть, если бы в какой-то момент мне бы сказали, слушай, Алексей, давай, вот запей на этот свой издяй, иди сюда к нам, у нас тут вообще все классно, вот тебе там деньги и все такое, может быть, я бы и ушел. Я не знаю, потому что были у меня такие, естественно, мысли. Но такого не было, поэтому я просто делал то, что я делал. И в итоге оно как бы получилось. Хорошо. Когда ты выдохнул? Когда ты выдохнул и начал заниматься, я не знаю, чем ты вообще отвлеченным? Смотрите, я не могу... Картину. Когда ты купил картину? Картину я купил там три недели назад, но выдохнуть я не могу, к сожалению. Выдохнуть я не могу, потому что у меня все равно есть еще проекты. Потому что еще не все банки цифровизованные, я так понимаю. Цифровизированные. Нет, ну все равно. Если у тебя бизнес, ты не выдыхаешь. Ну, так не бывает. Мне стало проще, когда вот год назад, ну не год назад, в сентябре прошлого года мы выпустили новое исследование. Я его как раз делал маниакально просто, потому что я переосмыслил там, очень много переосмыслил. У нас появилось как раз вот те семь партнеров новых, потому что до этого был там один, два. Вообще я все пересмотрел, и вот оно выстроило, у меня пошли заказы на консалтинг, то, что я тоже, о чем я всегда мечтал. Я же это делал не для аудиторов, это все начало воронки. Основной продукт должен был быть консалтинг, которого все, как бы никак не было. И тут у меня пошел консалтинг. И само исследование стало таким, что я просто, если раньше я еще стеснялся, что там что-то у нас там, может там, вот Роман не увидит, или Антон, но я-то знаю, что там вот это не очень. То, когда вот я, мы сделали это в сентябре, я уже просто вот на вулку положить, сказать, продукт мирового уровня. Вот когда вот это получилось, я... Так вот, Леш, по поводу того, что увидит, не увидит. Завтра у меня встреча с Газпромбанком. На что мне нужно обратить их внимание? В чем их викпоинт? Ну, как бы сложный вопрос, на самом деле. То есть, как... Уже инсайтики пошли. Скажите, что в сентябре, то и в сентябре, господи, в мае, выйдет свежее исследование по цифровой зрелости банков, где они про себя очень много чего интересного узнают по всем вообще направлениям диджитала. Пусть скачивают обязательно и изучают... Интрижку, да, интрижку, вот хотя бы что-нибудь интрижку. Как-то всем, всем можно сказать, вы узнаете. А вот конкретно в ГПБ что-то ну, они не первые. А были первые? Не, были не первые. Ну, там хоть... Но они сместились, да. А вот и дрифт. Ха-ха-ха. Отлично. Спасибо. В общем, я понял, что ответ на вопрос, чем ты вдохновляешься и как ты отдыхаешь... Я скажу, нет, ответ есть. А, есть. Я просто думал, что есть поговорка или мнение, что, типа, самая лучшая работа это та, которая тебе нравится и можно считать ее хобби. Что-то типа... Ну, это в целом про меня, наверное, да, вот конкретно здесь, да. Ну, смотрите, я как бы абсолютно обычно, как и все, там, общаюсь с друзьями, там, не знаю, играю в покер, езжу там на дачу и так далее. Из такого, что вот, ну, как бы более-менее необычно, у меня, ну, у меня, у нашей семьи, как бы, у нас есть еще начальная школа, которую мы создали для своих детей и, как бы, вот сейчас уже там 10 учеников. Я провожу, вот сейчас я в ней, у меня здесь кабинет. Вот. Мы много, вот, ну, я, может быть, не так много, потому что все равно у меня очень много всяких там дел, но очень много мы времени проводим с детьми, вот, и не только с нашими. Вот, в рамках школ у нас походы, у нас там экскурсии, у нас гитара, например, я их учу в гитаре. Вот. То есть, ну, в этом смысле, да, вот здесь, конечно, от детей мы получаем массу положительных эмоций, я в частности, поэтому, вот это такое из необычного. А так все, как у всех. Возможности отдыхать. последний вопрос. Кто твой кумир? На кого ты ориентируешься? На кого ты берешь пример? Кто для тебя является супер-авторителем? Фу, слушайте, я как-то, честно говоря, не знаю. Для меня есть люди, ну, я, в принципе, перед всеми преклоняюсь предпринимателями, те, которые, как бы, не сломались, дожали, и, как бы, захватили какую-то свою нишу и не работают. Это, я просто долгое время работал в найме, потом у меня был период, и сейчас у меня период предпринимательства, это, конечно, ну, такая история достойного уважения, скажем так, предпринимателей, это прямо вот все, можно сказать, плюс-минус, там, мои кумиры. российские, да, 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 из, ну, таких каких-то вот известных личностей, я вот, не знаю, для меня, у меня нету каких-то бизнесменов таких вот ярких, которые бы я, почему-то вот мне это как-то не очень интересовало всегда, вот эти истории успехов, ну, не знаю, я знаю много книг про это, многие это обсуждают, как-то это мимо меня все проходило, вот, я восхищаюсь там учеными, людьми, там, искусство, не знаю, там, высотки, например, я восхищаюсь, вот у меня старается, и высотки, да, ну, то есть, в общем, так, то есть, люди, вот, вне, вне, как бы сказать, вот каких-то рамок, да, то есть, почему я ученые сказал, потому что они вот, по сути, бросают вызов каким-то законам природы, то есть, они над всей вот этой суетой, продажи, не продажи, вот это все, это настолько, как бы, где-то там в мирской суете или искусство то же самое, ну, то есть, вот такие вот образы меня нравятся. И вот на этой лирической ноте, Алексей, я хочу и поставить запятую, потому что я думаю, что мы с тобой еще встретимся, обязательно встретимся, это мы еще обсудим. с нами был Алексей Романов, управляющий партнер, основатель агентства цифрового аудита SDI 360. Он мониторит все банки и страховые компании, в случае чего приходите к нему. А в студии был подкаст продажи в огне, подкаст, который горит, и был здесь ведущий Антон Борода и Роман Магдаленко. Ну как ведущий, у нас сегодня больше ведущим был Алексей. Ну да. Происходит часто. Но было очень интересно. Спасибо, Алексей. Мы тебе делегировали наши обязанности. Спасибо, ребята. Смотрите нас на всех цифровых площадках, слушайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Love Rock Fire Sales on Fire Продажи в огне Подкаст, который бодрит. I love CRM Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team Опыт, инновации, успех. SalesEye это саат-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим леда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C. SalesEye.ru Субтитры создавал DimaTorzok